Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World. Наша ежедневная информационно-аналитическая программа. Я ее ведущий Александр Глушенко. Тема, скажем так, она из общего контекста последних событий несколько выбивается. Но раз вы вопросы задаете, я вынужден на них отвечать. Она не связана ни с Навальным, ни с последними событиями политическими, ни с событиями в Белоруссии, ни с событиями в Хабаровске. Речь зашла о журналистской этике. Некоторые наши зрители в моих постах, печатных, скажем так, текстовых материалах, которые я тоже выкладываю иногда в качестве комментариев к событиям, вычитали, прочитали дискуссию, которая возникла 13-го числа. Сегодня вот смотрите, какой 18-й, да? Уже 5 дней эта дискуссия длится. Я выложил 13-го числа свое отношение к Дню Российской Печати. 13-е число – это День Российской Печати. По сути дела, это праздник или памятная дата, которую празднуют все журналисты Российской Федерации. Ну, кто-то празднует, кто-то не празднует. Сейчас, тем более, когда большинство журналистов находятся на удаленке, сидят дома, шлепают, долбят клавиатуру или снимают ролики, допустим, какие-нибудь типа стримов. Сложно собрать журналистский коллектив в одну кучу и устроить, скажем, что-то типа там корпоратива, банкеты и так далее, и так далее. То есть, большей частью просто поздравляют друг друга. Так вот, я удосужился 13-го числа написать о том, что не всякая птица долетит до середины Днепра, как писал в свое время Николай Васильевич Гоголь, что определенная часть журналистского сообщества, я скажу, немалая, а, скорее всего, даже большая часть журналистского сообщества, есть не что иное, как абсолютно продажная, протекционистская и приблотненная организация, зная эту систему изнутри. И я написал об этом правду. Написал о зажравшихся, написал о прикормленных, написал о зависимых сексуально от своих учредителей, написал о подминтованности, значит, работе на чекистов там и так далее. Просто написал правду, которую я знаю изнутри. Вы понимаете, просто зная эту правду изнутри. Ну, 6 лет в средстве массовой информации, плюс общение вот в этой журналистской среде, именно с точки зрения познания внутреннего мира, опознания, как делается заказуха, как делается джинса, как делается, значит, скрытая реклама, за счет чего все это живет. Правильно, ребята, мы живем в системе экономических взаимоотношений. Проще говоря, товарно-денежных, как писал в свое время Карл Маркс. Товарно-денежных отношений, и плюс прикладываем сюда, это из экономики. Плюс прикладываем сюда три основных закона диалектики, которые все в этой жизни, все в этом мире объясняют. Как, например, какой-нибудь КГБшный опер, украв коробку из-под ксерокса, набитую баксами, потом на эту денежку организует свой собственный бизнес, для прикрытия бизнеса создает средства массовой информации, я ясно, четко это все поясняю, как цепочка строится работы средств массовой информации в современной России. Хотя это гораздо более прогрессивная и более демократичная система построения средств массовой информации, потому что в Советском Союзе было все очень просто. Центральный орган Коммунистической партии Советского Союза, Центральный орган, ну, скажем, там, Министерства обороны, Красная Звезда, да, Центральный орган ЦК профсоюзов, что газета труд, правильно? Там все было на государственном уровне, заорганизовано, а здесь КГБшный опер организует средства массовой информации, ну, опер, вы знаете, чтобы попасть в оперы, надо сначала пройти ступень стукачка. Вот, бывший стукачок, затем опер, затем крупный бизнесмен с коробкой из-под ксерокса нанимает себе на роль главного редактора в Синовского коридорного вертухая. Тот замом главного редактора берет, замом главного редактора берет абсолютно, а, свою любовницу, которую делает потом своей женой. Вот это вот протекционизм, вот этот блат, потом находят где-то уволенного за убийство, за массовое убийство уволенного фельдшера скорой помощи, который наживался на трупах, делают его ведущим корреспондентом, или там журналистом, или ведущим эфиром, там что-то такое. Человек, которого выгнали со скорой помощи за повышенный процент смертности на его участке, потому что труп стоит, труп человека, ну, скажем, бабушки какой-нибудь, 80-90-летней, которой нужно оказать помощь, но если эту помощь оказать неправильно или не оказать вообще, то этот труп можно продать за 5 тысяч. И вот, вот это шобла изгнанных отовсюду людей вдруг объединяется в одну команду под командой бывшего стукачка, тире бывшего опера, тире нынешнего, скажем так, крупного бизнесмена, и творят свои грязные темные дела, пристраивая туда же в 21 веке, здрасте, приехали. Вдруг в редакции электронного СМИ появляется такая должность, как фотокорреспондент или фотограф. Какой журналист, какой корреспондент в 21 веке при наличии электронной техники не умеет фотографировать? Скажите мне, пожалуйста. Нет, нужна штатная единица. А почему? А потому что на этой должности будет работать сынуля. Чей? Правильно. Главного редактора и его заместителя. Ну, потому что они раньше были любовниками, а потом они стали мужем и женой. Вот я схемку одной редакции рассказал. И куда мы не сунемся, везде протекционизм. Протекционизм и вот вот это вот система официально заказанной, назначенной и организованной проституции. Кто девочку ужинает, тот девочку и танцует. И, уважаемые журналисты, вот там обрушились на меня вплоть до мата, особенно в личке много написали. Ладно, там дискуссия в комментарии к моему посту от 13 числа. Друзья, посмотрите, кому интересно. Там 3-4 комментарии, причем такие. Убери этот пост! Там один есть такой грубый, достаточно даже матерный. Я не стал его удалять, вырезать. Ребят, я вообще никогда никого не баню, не вырезаю и не удаляю. Пишите все, что вы умеете написать, потому что один козлик написал свой комментарий и тут же ушел в банк. То есть, комментарий висит, а ответить ему невозможно. Ну, бог с ним, бог ему судья. Значит, просто сильно описывался и сильно обкакался, чтобы со мной разговаривать, вести какую-то дискуссию, потому что я не боюсь вести дискуссию. Я высказал свою точку зрения, что первая древнейшая профессия это была проституция, вторая древнейшая профессия основана абсолютно на тех же принципах и строится главным образом на создании проплаченных, заказанных, назначенных материалах. Зачем? Да все понятно. Кому-то нужно медийное прикрытие, кому-то нужно влиять на умы и сознание людей для того, чтобы формировать общественное мнение и общественное настроение. Ничто иное, как обработка общественного сознания или, ну, скажем так, морально-психологическая обработка. Все прекрасно знают, об этом писали все великие классики, начиная, господи, с появлением печатного дела, об этом говорил Петр Первый, радуйся малому, ибо из малого делается великое, когда впервые издал первую российскую газету ведомости правительству, естественно. Об этом очень много говорил Бисмарк, великий немецкий канцлер. Ну, а уж Владимир Ильич Ленин в статье партийной организации и партийной литературы, он просто ясно, четко признавал и писал прямо слова, газета это не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, это еще коллективный организатор. Так вот, те люди, которые организуют процесс работы с средств массовой информации, это люди, которые пытаются влиять на ваше сознание. Поэтому я призываю вас, советую вам, считаю нужным, чтобы вы пользовались, кстати, напишите свое мнение об этом, чтобы вы пользовались в большей степени мнением независимых средств массовой информации, каковым в данном случае являемся мы с Юрием Гиммельфаровым на канале New Rush World. Спасибо вам за внимание, всего доброго, пока. Субтитры создавал DimaTorzok